предупреждение всякий кто заходит на этот канал с дурным намерением нагадить включая злобу зависть клевету или отслеживание деятельности матери мира десятикратно ухудшает свою карму любой негатив посланный в адрес матери мира марии деви христос возвращается обратно к тому кто его выпустил в десятикратном размере ибо канал виктории преображенской защищен духом святым великой матери ахула на дух святый самый гнусный из грехов человеческих который не прощается он каликая на мах захват мировых вод вы еще даже не начали оценивать реальную глубину нашей вины мы вторгающиеся захватчики мы нарушители спокойствия мы подрывные элементы мы забрали ваш естественный мир ваши идеалы вашу судьбу и все это перемешали и извратили мы были в основе не только последней великой войны но и всех ваших войн не только русской но и всех ваших революций в истории мы принесли несогласие раздоры смятение и депрессию во всю вашу личную и общественную жизнь и мы все еще делаем эту и никто не знает сколько еще мы будем этим заниматься маркус или роваш биограф ротшильдов начиная с 16 века захватчики земель во главе со своим мировым травительством кривительством каждые сто лет устраивают массовые чистки подавляя народные бунты военным путем или кровавыми революциями сокращая население земли искусственными морами и гладами безжалостно уничтожая всех недовольных верхами как всегда исполнители воли мирового травительства первым делом берутся за лидеров и бунтарей очерняют их прячут в тюрьмы или физически убивают примеров в истории много и сегодня человечество переживает свое последнее время когда мировой монстр обезумел от приближение своего скорого конца и в его губительную воронку попадают все те кто нарушает кармические законы бытия пребывая в патриархальном мороке как только захватчики подменили картину мира в корни искривив мировоззрение землян так и начался весь этот управляемый хаос владея всеми мировыми тайнами зная устройство вселенной пользуясь секретами долгожительства и искусственно продлевая себе жизнь эти 300 400 лет не старцы постепенно сходят на нет отправляясь в вечное путешествие по нижним ярусам ада но их вырожденцы отпрыски еще продолжают стяжать земля хотя и уже недолго остается пребывать на празднике жизни один за другим постепенно торопятся они последний путь но маховик их черных дел продолжает крутиться по инерции и пока земляне не откроют свои вежды на все происходящее и не осознают что живут в обмане эти зеленокожие с вытянутыми зрачками так и будут превращать людей своих рабов терпелы продолжайте молчать и эти твари увлекут вас за собой что сегодня происходит с белыми коренными народами руси вот это самое и происходит не приняли путь спасения который 34 лета подряд торит матерь мира мария деви христос живите на руинах лжи спускайся в бездну без духовности сегодня рептилоидам уже мешает даже нынешнее искусственное солнце конечно она не ласковая обжигающие светит белым светом как светодиодная лампочка от которой портится зрение но без него земля нам никак не хватка электричества пагубно сказывается на здоровье человека страдают все системы организма и особенно опорно-двигательный аппарат не говоря уж о природе и окружающей среде а зеленокожие с голубыми кровями любят туманы дожди и сырость не случайно местом их обитания с некоторых пор является туманный альбион поэтому их прислужники постоянно сокрывают дневное светило распыляя химиотрассы и всячески воздействуют на погоду с помощью установок харп а еще рептилии боятся что с потеплением растает ледяная стена окружающая нашу харату и откроются пути выхода на иные благодатные земли кстати австралийский забор скрывает от жителей именно так называемый край земли есть старые фото очевидцев держащих в руках гигантских кузничков размером со взрослого кролика и вывод напрашивается сам по себе если там обитают такого размера насекомые значит и аборигены имеют соответствующие размеры великанов и вероятно где-то за барьером и атмосфера иная если там могут обитать такие гиганты до захвата руси была иная система жизнеобеспечения изначально сокрытый темными салар позволял человеку питаться экзогенно и жить вечно знания были открыты путешествия по вселенной и свободное перемещение на другие земли делала человека полностью раскрепощенным и счастливым никто не нуждался в ночной подпитки но когда над харата был поставлен алмазный купол и созданы светильники для ночи и дня искусственное солнце и луна появилась необходимость ночного сна именно тогда был подстроен под новые светила и календарь заработали механизмы вселенских часов время сжалось и человек начал стремительно разрушаться болеть стариться и умирать включилась разрушительная программа люди и животные стали нуждаться в белковой пище завертелось колесо самсары попав замкнутый круг кармических перерождений душа окончательно впала в собвение чтобы выйти из этого порочного круга человек должен прозреть и познать истину но как это сделать без знания и понимания что истина это всевышняя матерь мира отвергнув свою первую основу жизни вечной земляне стали тлетворные и слепы и захватчики обрели над ними свою демоническую власть потому все подвластные темны сегодня мысли патриархальными догмами обращаются в молитве к отцу или сыну даже не задумываясь а откуда взялся этот отец и сын без супруги матери а ведь необходимо обращаться к всевышней матери той основе всего сущего без которой никогда не зародилась бы жизнь ни в одном из миров мироздания многие не могут поверить что спасительница в лице матери мира марии деви христос софии премудрости пришла в конце прошлого века и заложила фундамент нового мира шестой расы но чтобы это узнать и понять необходимо изучить и увидеть райские плоды ее деяния понять все ее символы знаки критерии истинности которые согласно предсказания на лицо но черная клевета в ее адрес сделала свое пагубное дело до сих пор в головах славян стоит обман навязанные рептильными сми в начале девяностых и пока этот патриархальный код будет находиться в умах и душах земля выйти им из цепей кармического круга и увидеть истинный свет попросту не удастся индусы знают что шива всего лишь труп без своей шакти и поклоняются в равной степени двум космическим началом абсолютно мужчина бесплоден без женщин как и женщина без мужчин так причем тогда безымянный отец у которого нет жены откуда у него взялся сын божий от духа святого снизошедшего в чрево мирской женщины марии так это тоже манипуляция сознания ибо дух святый или ра руах это женская шактинская энергия и зачать женщине от женского принципа увы невозможно и противоестественно посему у небесного отца есть и небесная супруга мать априори мужчина никогда не станет отцом пока не войдет в женщину и именно от женщины зависит родиться ли у нее ребенок также происходит и у богов ибо что вверху то и внизу демонизация всевышней матери и женщины привели к унижению женской природы органов воспроизведения мужско-женской интимной любви патриархальные извращенцы заменили женщину мужчины и все снизошло к уничтожению человеческого рода запомните оба начала мужское и женское это два крыла единой софии премудрости света два ее ока левая и правая и пора сегодня уже понять что не раскрыв оба глаза спящий так и не очнется от этого патриархального морока поговорим о мировых водах единой матери мироздания в которых зародилась жизнь на земле и на небе сурья ведическая располагалась на водных пространствах единой нарии множество ее обитателей имели земноводную природу великаны рыболюди и русалки жар птицы крылатые драконы и пегасы единороги населяли просторы руси сирийской владычица морская марина калипса была хозяйкой мари и всех вод земного и небесного мира мир был един ланара лонара салар сияла ласково согревала своим светом бирюзово зеленые водные глади вселенной небесная корова зиму послась на зеленых лугах у берегов нила небесной реки щедро разливая свое молоко млечным путем разделяя небесные хляби на запад и восток поддерживая светила своими рогами небожители насыщались ее молоком и сияющим мягким светом любимого светила плодами огромных деревьев их чудодейственным соком земля и небо были соединены единым водным пространством и морскими путями морские и воздушные суда ходили по безграничным водным просторам вселенной может потому с восходом ярчайшей звезды небес сириус воды нила всегда разливались а в древних свитках пирамид содержится много сакральной информации о водных путях небо и небесных тростниковых лодках и на ада сириусианских нетера всегда изображалась владеи миллионов лет изначально водных земных царствах жизнь была полна чудес и так продолжалось до тех пор пока черное злое пиратство не вторглась на корабли древних русов после захвата руси вселенской миром стали управлять черные жрецы сета на над которыми встали рептилоидные иерархи мирового травительства кривительства нарушив все конные мироздания они заняли водные пространства единой матушки руси поставив границы между мирами и соорудив огромный купол над центральной частью одного из семи островов на котором спилили все небесные дерева гиганты и начали уничтожать свободолюбивых русов до сих пор горные реки и водопады истекают из закаменевших деревьев некогда упирающихся своими кронами в небеса так была низведена раса богатырей руси и риской и ее сказочная волшебная краса обрезав память человеком вместо почитания единосущной матери мира сотис софии темные перенаправили энергию землян к сету а сын исиды и осириса гор воплотился в кресте и призвал почитать своего истинного отца они отца лжи сета кому поклоняются все по сей день но люди предали и осудили его на казнь и тогда явилась сама сотис исида мать гора и раскрыла всем живым истинный путь в небеса разоблачив планы темных но люди опять не вняли глаз у правды правой воды источника света когда зло окончательно размножилось на водных просторах земли появились морские воины пираты свободолюбивые вольные моряки и капитаны образовал пиратское братство они наказывали власть имущих господ тьмы захватывая их морские суда идущие под флагом их королевств грабили их и распределяли захваченное богатство среди нуждающихся помогая бедным примеру один из известных английских пиратов джек ворд джек воробей моряк ставший пиратом в шестнадцатом веке служба в рядах британского флота была невыносимой и ужасной и моряки предпочитали сесть в тюрьму нежели служить там они с радостью собирались в команды морских робин гудов и отстаивали добро и честь маленький джон друг робин гуда боролся против несправедливости властей джек выбрал это название своему кораблю и считал себя морским робин гудом он всегда стремился грабить только богачей и расходовал деньги на нуждающихся и простой народ всегда встречал с большой радостью своих кормчих прославился своими подвигами и бесстрашием и легендарный капитан пиратов эдвард тич черная борода но сегодня имена многих забыты а их подвиги извращены и надуманы да и само понятие пиратство несет негатив и значит разбойники морские бандиты однако неспроста же слова пират пирамида пир имеют один корень который обозначает огонь именно с огнем пираты обращались на ты используя пиротехнику в своих захватах иностранных кораблей а огонь сожигающий вселенский огонь всегда символизировал мощную энергию жизнь воинственный дух первопроходца и духовного учителя ария овна когда же завершился золотой век пиратства на смену героям пришли настоящие разбойники которые по сей день под видом сомалистских пиратов служат казни английской короны но речь не о них а тех доблестных рыцарях синих морей которые чтят свой кодекс чести дерзновенно и отважно ценой жизни бесстрашно восстанавливали в мире добро и справедливость и это были настоящие морские герои чьи подвиги сегодня забыты но интерес к ней не утихает по сей день ни у детей ни у взрослых подсознание чувствуют и эта тема как море волнует действующее по сей день международное морское право еще раз доказывает что мир стоит на водных просторах а морская и воздушная навигация нафи корабль подчинены сегодня единому мировому правительству у которого есть морской дозор и семь корсаров великанов служащих им а суд и судопроизводство не случайно являются терминологии юриспруденции и связаны эти слова с кораблем и водами известен такой древний термин как синее море подразумевающий огромную массу воды заполняющую все мировое пространство включая и доступные пространства иных земель и небесных островов в сказке о царе салтане пушкина из пучины синего моря выходят в чешуе как жар горя 33 богатыря и это тоже мудрая подсказка что в водных глубинах существует реальная жизнь и может именно там до сих пор находится допотопная раса богатырей атлантов некогда обитающих на руси и хотя сегодня нафь навна захвачена темными служителями ада которые повсюду развязывают кровопролитные войны уничтожая и переделывая мир единосущной матери мира под себя но недолго им остается кошмарить народ руси на земле пребывает владычица марии и святов матерь мира мария деви христос а ее невидимая сила духа святого постепенно сметает с лица земли всю захватническую комариль ибо когда чаша зла переполнится до краев в один миг свершится преображение квантовая энергия фахат заполонит все сущее светом благодати явив новые земли и воды райские сады и просторы единой с урийской руси во главе которой восстанет ее истинная царица матерь мироздания ура аум-ра виктория преображенская 25 26 марта 2024 года робин гуды марии пиратская бухта по краю земли обходят ее стороной корабли синее море песок золотой свободная воля крыла за спину калипсо хранит рубин гудов морских три зуб посейдона оружие их честь справедливость в почете всегда стихия пиратов морская вода владычица моря свой дарит покров пиратское братство за мир и любовь священные узы команды одно волну разверзают сплоченной рукой так было пока не случился захват и в небо взлетел легендарный пират а темные прихвостни черных господ творят беспредел в царствах матери вот выходит их время игра в морской бой подходит концу черной своре отбой 24 марта 2024 года виктория преображенская мосердия Субтитры создавал DimaTorzok